Итоги летнего сезона и новинки индустрии отдыха. Что еще обсуждали эксперты на ежегодном туристском форуме «Открытый Крым»? Переполненные урны, летающие пакеты и разбросанные бутылки. Просто мусорный коллапс в столице. Как власти решают эту проблему? Без мелочи в кармане. Теперь в городских троллейбусах Симферополя, Алушты и Ялты пассажиры оплачивают проезд специальными картами. В 105-летие со дня рождения поэтессы Джеврие Меджитовой в библиотеке Гаспринского состоялся вечер памяти. Точные удары и хорошая реакция. Теннисисты со всех регионов Российской Федерации приняли участие в соревнованиях, которые прошли в Алуште. Об этих и других новостях прямо сейчас в нашем выпуске. И срочная новость. Моряков российского судна «Норд» обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров. Обмен произошел на пограничном пункте Армянск-Крыму на границе Украины. Напомним, что украинские пограничники захватили, а затем арестовали крымское рыболовецкое судно «Норд» с 10-ю членами экипажа 25 марта в нейтральных водах Азовского моря. А 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЕМК-0041 за незаконный промысел Камбалы-Калкана, уничтожение полсотни дельфинов и акул. В отношении капитана судна возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биоресурсов. Он был заключен под стражу. Прошли полу-Украины. Был он и в СБУ, и в суде. В общем, мы сохранили, не топтали нашу родину, наш флаг. Удерживались абсолютно незаконно. Единственным условием вернуться домой было сменить свое гражданство, получить паспорта граждан Украины. И в таком случае, как мне говорили, они свободные люди. Но они сделали свой выбор. И это заслуживает самого большого уважения. Сегодня самое главное – это не политика, а то, что мы в состоянии договариваться и помогать людям. Вот гуманитарная составляющая сегодня очень важна. Мы счастливы, что наши рыбаки, наши товарищи вернулись домой, в российский Крым. Следующий наш этап – это капитаны. Капитан Владимир Горбенко и Новицкий. Мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу их возгращения. Первое, что сказали наши ребята, рыбаки, что наша радость не будет полной, пока не вернутся наши капитаны. Мы, в принципе, за них не волновались, что они займут четкую позицию. Они граждане Российской Федерации. За мужа своим тоже огромное спасибо. Молодцы. Ну, что тут говорить. Слава Богу. И, конечно, залог успеха, то, что президент лично держал все это на контроле. Мы тут как в поле трудились, но лидер нам четкие давал указания, установки и многие вещи. Вот мы вчера вечером все это согласовывали. В Ялте начал работу туристский форум «Открытый Крым». Эксперты отрасли подводят итоги летнего сезона и заодно рассказывают о новинках индустрии отдыха. О новых горизонтах расскажет наш корреспондент «Открытый Крым». Чувствую себя прекрасно, ощущения хорошие. Участница форума Виктория Шеликова пробует необычный тренажер «Экзарта». Метод включает в себя набор упражнений на подвесных системах. Уже после первого сеанса удается устранить болевой синдром и улучшить функции мышц. Вся методика направлена на активацию глубоких мышц. На ней мы выполняем различные виды тракции для шейного отдела, шейно-грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, позвоночника. Еще одна инновационная разработка – экзоскелет. Он заново учит ходить людей с серьезными травмами. Каркас с датчиками крепится к ногам. На ручках костылей – кнопки управления. За спиной – компьютер, системы управления и аккумуляторы, которых хватает на 4 часа ходьбы. Это последнее достижение в области восстанальной двигательной активности после тяжелых травм опорно-двигательного аппарата, травм спинного и головного мозга, состояния после инсульта. Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм развивается быстрыми темпами. С каждым годом это направление привлекает все больше туристов. 35% отдыхающих летом предпочитают в Крыму пляж на отдых, но 27% предпочитают оздоровительный туризм, санатории, какие-то оздоровительные программы. И это в летний период. А если говорить о осеннем и зимнем периоде, то проценты эти явно будут значительно больше. А еще Крым может похвастаться небывалым количеством гостей. С начала года полуостров посетили более 6 миллионов человек. А до нового года эта цифра еще вырастет. Связано это с улучшением транспортной доступности полуострова. Открытие аэропорта, открытие Крымского моста. Этот год мы закончим в районе 7 миллионов, но мы понимаем, что это пиковая нагрузка, которая ложится в основном на летний период, а у нас еще есть осенний-зимний период. Форум «Открытый Крым» продлится два дня. За это время ведущие эксперты обсудят детский туризм, проработают новые туристические маршруты и будут готовиться к новому туристическому сезону. Подрядчики не выполняют свои обязательства по капитальному ремонту дорог в Симферополе. Так прокомментировал итоги первого дня работы мониторинговых групп по работе администрации Симферополя, глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его информации, служба контроля ни разу не доложила о том, что количество рабочих на объектах соответствует заявленному плану. Либо меньше техники, либо меньше живой рабочей силы. Вот вы делали где-то на окраине? Нет слов, проблем нет, ну день там, ну два. Мы понимали, что центр перекрытия, это вообще конец тут, ну коллапс ему, а если еще с Севастопольской вместе, мы понимали, ну кто не понимал, что город станет. Скажите, есть такие люди, кто не понимал. По-моему, это ясно, то есть как божий день, даже без высшего образования, что будет просто коллапс, ни вы, ни кто, ни ваши родные и близкие никуда проехать не смогут. По словам Сергея Аксенова, подрядчики пообещали полностью завершить работы на участке от площади Куйбышева до площади Советской до 10 ноября. На улице Севастопольская, улице Козлова и в микрорайоне Каменка до 30 ноября. Кроме того, ремонт на отрезке от площади Советская до улицы Севастопольская должен начаться 16 ноября и завершиться через 5 дней. Глава Крыма допускает разработку особого механизма для передачи духовному управлению мусульман Крыма имущества запрещенной в России организацией Меджилис. Об этом Сергей Аксенов заявил журналистам, комментируя просьбу участников 6-го Курлутая мусульман Крыма. Он назвал Меджилис вражеской организацией, желающей зла республики. Поэтому и меры должны быть приняты соответствующие, подчеркнул Сергей Аксенов. Имущество народа должно принадлежать народу, согласился с руководителем региона депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он напомнил, что большинство национальных объектов каким-то образом было записано на фамилию одного человека, лидера запрещенной в России организации Меджилиса Мустафу Джумилева. Эти заявления вызвали бурю негодования на Украине. Крымско-татарские псевдопатриоты разразились критикой в адрес муфтиата и руководства Крыма, опасаясь за незаконно присвоенное имя имущества крымских татар. Напомним, что 6-м мусульманским Курлутая заместитель муфти Айдер Мусмаилов обратился к главе Крыма с просьбой о передаче думку здания на улице Шмита и помещения в селе Пионерское. В первую очередь мы с Духовным управлением мусульман Крыма сотрудничаем в части возврата религиозных зданий и сооружений, те, которые имели отношение непосредственно к духовенству. И это не только касается мусульман Крыма, то же самое происходит и с караимами, и с православной нашей общиной. То есть полностью все эти вопросы, все, что касается духовности, будет передано общинам. С точки зрения конкретных объектов деталей не знаю, просто я еще физически не успел посмотреть. Сегодня до конца дня все посмотрю, выскажу свою позицию по этому вопросу. Единственным учредителем, владельцем, пользователем, распорядителем всего этого имущества оказался Джимилев. В связи с нецелевым использованием данного имущества в крымско-татарской общине все четыре года обсуждается вопрос национализации данного имущества и передачи в Духовное управление мусульман Крыма, так как если это имущество народное, оно должно служить на пользу крымско-татарского народа, мусульман Крыма. Мы будем следить за этой темой и в ближайших выпусках покажем результаты журналистского расследования по народному имуществу, присвоенному запрещенной организацией Межрис. Через несколько часов завершается выдвижение кандидатур на конкурс «Великие имена России». Напомним, второй этап голосования по многочисленным просьбам был продлен до конца сегодняшнего дня. В результате опроса 45 аэропортов страны обретут имена выдающихся людей. Жители Крыма предложили назвать международный аэропорт Симферополь фамилиями разных деятелей. Одним из самых популярных стало имя дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. А пока на полуострове идет активное голосование за легендарного летчика, некоторые украинские политики из числа крымских татар призывают игнорировать патриотическую акцию. Так представители запрещенной организации Меджилис Зайр Смедляев в социальной сети Facebook обливает грязью и аэропорт и само имя Амитхана Султана. Переполненные урны, летающие пакеты и разбросанные бутылки Симферополь утопает в грязи. Каковы основные причины экологического коллапса и когда в столице станет чище, узнавал наш корреспондент Инвер Абрезис. Тема с заполненными мусорными баками в Симферополе уже заезжена. И тем не менее, проблема часто выходит за грань. Собственно, как и сам мусор. Коммунальные службы, мягко говоря, работают не очень хорошо. Ведь бутылки, пакеты и бумажки разлетаются на сотни метров от забитых контейнеров. Каждая вторая мусорка в Симферополе переполнена. Из-за отсутствия ограждений бытовые отходы постепенно занимают огромные площади. Люди, проживающие вблизи контейнеров, жалуются на постоянный неприятный запах. Они вынуждены ежедневно очищать свои дворы от прилетевших пакетов. Они достаточно хорошо убирают. Надо почти, ну не то же чаще, а надо, я вот ни одного работника, ЖЭКа или как там кто-то убирает, с метлой не видел. Приехал, контейнер забрали, мусор вокруг сгребли немножко, остальное разлетается. Вот, хотя бы сделали какое-то ограждение. Вот я живу напротив, и весь мусор, все мне вот это вот летит. Как, ну, бумага, вот эти вот пакеты все летят. Есть, конечно, и контейнеры, которые освобождаются своевременно, а площадку убирают начисто. Но, как правило, расположены они в дальних спальных районах города. Там ситуация с мусором не такая критичная. Нет проблем. Каждый четко, утром и вечером. Хорошо убирают. И ночью могут два часа, три часа, и вечером часов девять. И все время убирают. Как оказалось, основные причины загрязнения города – нехватка мусороуборочной техники и неэффективная эксплуатация имеющегося транспорта. Пятница – окончание испытательного срока для ряда чиновников Симферопольской администрации. Такие сроки ответственным за уборку поставил глава республики. В конце недели они должны выработать конкретный план действий по очищению столицы Крыма от бытовых отходов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ситуация с мусором изменится, когда удастся починить 11 единиц мусороуборочной техники. Кроме того, Симферополю необходимы и дополнительные контейнеры. Все эти вопросы обещают проработать уже до конца этого года. Без мелочи в кармане городские троллейбусы Симферополя, Ялты и Алушты стали работой системой бесконтактной оплаты билетов с помощью банковских пластиковых карт. Нововведения проходят в тестовом режиме. О том, как продвигается внедрение безналичной оплаты, смотрите в нашем следующем сюжете. Чтобы оплатить проезд, не нужно выворачивать карманы, бездомные сумки. Стоит лишь приложить вот такую карту к терминалу и билет у вас в руках. Система бесконтактной оплаты исключает задержку в оказании услуг. Терминалы работают в режиме офлайн. Карта обслуживается за одну секунду. А самое главное, при оплате проезда вводить пин-код не нужно. Водитель отмечает, что оплата карты значительно облегчает его труд. Расчет происходит быстро и точно. Не надо отсчитывать сдачу, отрывать билет. Популярность услуги набирает обороты. И скоро эта система заработает в полную силу во всем общественном транспорте полуострова. Согласно законодательству Российской Федерации, с 1 июля 2019 года оплата за проезд будет осуществляться безналичным расчетом. То есть все эти операции должны осуществляться безналично. При нас ни один пассажир не воспользовался новой системой оплаты. Все рассчитывались по старинке – наличными. Причиной этому – неосведомленность граждан. Многие еще не слышали про новшества, но заверили, что с охотой будут пользоваться услугой. Нет, еще не пользовалась, еще не пробовала. Попробую, буду, наверное, пользоваться. Карты лучше. Приложила карту, и все, и не думала. То есть в будущем будете пользоваться? Конечно. Оплачивать проезд в троллейбусах можно картами платежных систем «Мир», «Виза» и «Мастеркард». Стоимость проезда, так же, как и при покупке билетов, 14 рублей за поездку. Наджи Исаева, Магомед Нестуров, телеканал «Миллет». В Крымском инженерно-педагогическом университете отметили столетие Коммунистического союза молодежи. Встреча поколений прошла в неформальной обстановке. Выступали творческие коллективы университета. Звучали песни и стихи о ветеранах в ЛКСМ. А были приглашены почетные гости, а также педагогический состав вуза. Среди них были и бывшие комсомольцы. Мы хотели, чтобы мы с первого дня появления комсомола, создание комсомола, по сегодняшний день все поколение бы заговорило. И вот это все поколение сегодня заговорило больше всего песнями. И воспоминания тоже были в песнях. Празднование 100-летнего юбилея комсомола дай им памяти славному прошлому организации и уважение тем, кто сегодня в рядах воспитателей молодежи в духе патриотизма, преданности и любви к нашей родине. Я хочу сказать лозунгом одним, что мы помним традиции и открыты для инноваций. Но вместе с тем мы всегда должны помнить то, что было у нас хорошее и стараться как можно больше проецировать этого наше будет. Са пятилетия великой поэтессы Дживарие Меджитовой отметили сегодня библиотеки имени Гаспринского. На вечер памяти собрались родные поэтессы и те, кто увлекается ее творчеством. Все подробности расскажет Идея Велишаева. Молитва родных, близких и просто почитателей таланта великой женщины. Именно с этого начался вечер памяти крымско-татарской поэтессы Дживарие Меджитовой. Собравшиеся делились воспоминаниями о ее жизни и впечатлениями о творчестве. Люди, которые жили и творили для народа, внесли большой вклад в развитие национального просвещения, всегда будут жить, их имена будут помнить веками, а мы, в свою очередь, должны чтить и уважать их. Всю свою жизнь она посвятила развитию национальной литературы. Ее дочь Сиририя Меджитова пошла по стопам матери и тоже стала выдающейся поэтессой современности. Сиририя Ханум отметила, что именно мама привела любовь к литературе. «Она очень любила книги. Я уже в возрасте пяти лет знала имена Амдиги Райбайшевки, Бюхторе и Бекерчо Банзаде. Все знания их творчестве дала мне именно мама. Она талантливый литературовед и поэтесса с большой буквы, поэтому наш дом всегда был полон книгами тех времен». Книги и вырезки из крымско-татарских журналов и газет в зале была организована выставка творчества поэтессы. Также на вечере звучали ее стихи в исполнении учеников симферопольских школ. «Такие вечера проходят не первый раз. Двери библиотеки всегда открыты для почитателей творчества Джавария Меджитовой». Точные удары и хорошая реакция. Теннистисты со всех регионов Российской Федерации приняли участие в соревнованиях, которые проходят в Алуште в спортивном комплексе «Крымский». Как прошел турнир, расскажет наш корреспондент Мухаммед Зекиряев. Для этих подростков стремление побеждать превыше всего. Около 30 спортсменов съехались с разных уголков Российской Федерации для того, чтобы сразиться за Кубок Алушты. На протяжении четырех дней они будут соревноваться между собой, а после окончания турнира судьи выберут лучших. Надеемся, что это не последний турнир и на следующий год мы всегда планируем провести уже несколько турниров российского уровня. Многочисленные победы во всероссийских и региональных соревнованиях для 11-летней денисистки Марины из города Севастополь привычное дело. Теннис для девушки стал смыслом жизни. Несмотря на возраст, она стремится показать себя. И цель у нее только одна – стать профессиональным игроком. Все лето играла в разных городах. Я очень много занимала первых мест. Сейчас я 17-я ракетка России и первая ракетка Севастополя. Хочу стать профессиональным игроком. Но если вдруг что-то не получится, какая-нибудь травма будет, то я хочу стать тренером. А вот Валерия Брославская из Ростова нашла свое призвание не сразу. Сначала перепробовала все виды спорта, но остановилась на теннисе. Уже 7 лет она занимается этим.